Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые друзья, на часах 12 часов по Москве. Рад всех приветствовать на региональном вебинаре, посвященном проблематике лечения рака лёгкого. Сегодня у нас много регионов подключается. Пожалуйста, если есть у кого-то желание сказать приятное слово. Владимир Иванович? Да, конечно же, есть и желание, не говоря же о том, что это такая маленькая обязанность. Надеюсь, меня слышно хорошо? Всем слышно, да? Великолепно. Да, рад приветствовать вас, уважаемые и дорогие, уважаемые коллеги на просторах интернета, сидящими перед разными электронными устройствами и объединённой одной задачей – провести интересное научное мероприятие, которое, вне всякого сомнения, в очередной раз оживит наш мыслительный процесс, может быть, направит кого-то на путь истинный, кто сошёл с этого истинного пути, и в целом поможет в нашей работе. Нам предстоит обсудить очень интересную тему – лечение рака лёгкого. Судя по программе, будет упомянуто и не мелкоклеточный, и мелкоклеточный рак лёгкого. Но речь в основном будет вестись о лекарственном лечении. Но в темах у нас есть здесь, например, тактика обследования погранично-резектабельного рака лёгкого, что является чрезвычайно актуальным. То есть как обследуешь, как установишь диагноз, как ты, исходя из этого, поймёшь и сумеешь определить тактику лечения. Со стратегией-то бывает более или менее ясно. Вот тактика зачастую иногда прячется за какими-то тёмными занавесками, не всегда удаётся пролить свет на то, как же всё-таки поступить. Речь мы также поведём об одевантной терапии. Ну или первая линия, это уже как складывается у конкретных пациентов в зависимости от обнаруженного распространённого процесса. Но одевантная терапия, которая претерпела множество разных изменений, на сегодня становится всё более-более эффективной, всё более-более интересной. Разберём несколько клинических случаев. Особенно интересно будет поговорить об иммунопосредственной кардиотоксичности. Вот последние самые данные, которые мне удалось найти на просторах АСКО. Очень большой субанализ был этих осложнений. Считают, что они составляют не более чем 1,1,2%. Но это было мнение только одной исследовательской группой из журналов АСКО. А на самом деле мне встречались цифры другие, побольше. Поэтому у многих именно такие кардиотоксические явления, связанные с иммунотерапией, уже начинают вызывать тревогу. Ну и клинический случай из иммунотерапии мелкоклеточного рака лёгкого тоже. Для мелкоклеточного рака лёгкого это относительно новое. То, что внедряется в нашу практику всё шире и шире. И я уверен, будет помогать справляться с этим очень непростым заболеванием, с очень непростым течением и достаточно неблагоприятным прогнозом. Ну и в заключение хочу коротенько сказать, что сейчас всё интереснее и интереснее работать с пациентами, страдающим рака лёгкого. Это совсем не те годы, когда я только начинал работу, потому что это было тогда совсем неинтересно. Только появлялся пациент страдающий, тем более распространённым раком лёгкого, увы, и, к сожалению, они быстро сходили с лечения, уходили из жизни. Ну а сегодня это уже совсем другая история. Вот сегодня мы об этом поговорим. Спасибо большое. Тогда давайте двигаться по программе. По приветствиям Лактьёнова Константина Константиновича. Он нам расскажет, как всё-таки обследовать пациентов и лечить с пограничной резидентальным немелкоклеточным раком лёгкого. Как нам надо мочить наших диагностов, наших специалистов по компьютерной томографии, по ПЭТ-КТ, хирургов для того, чтобы правильно определить стадию заболевания и подобрать оптимальное лечение. Пожалуйста, Константин Константинович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность поучаствовать в этом мероприятии. И, собственно, мне кажется, парадигма лечения действительно в последнее время изменилась. И всё больше своей задачей в лечении пациентов, даже с разными стадиями, мы ставим из лечения. И не исключением являются пациенты с третьей стадией оптимального процесса. И действительно, у пациентов третьей стадии очень разнообразная по группе пациентов включается. И до сих пор вопросы резектабельности и операбельности остаются очень актуальны. И зачастую, к сожалению, решаются от клиники в зависимости от возможностей подходов к хирургической школе. Давайте перейдём к реализации. И, конечно, корректная диагностика является ключевым фактором прогноза в левотерапии. И это очень важный компонент, поскольку адекватное стабирование позволяет нам адекватно, так сказать, оценить распространённость оптимального процесса. И для третьей стадии, конечно, краевоугольным камнем оказывается инвазивное стабирование, распространённое ещё по лимфатическим узлам. Поскольку хоть в технических рекомендациях и отображена возможность стабирования по результатам ПЭТ-КТ, однако мы понимаем, что это не абсолютно точная диагностика, и она стоит после того, как исключена возможность подтверждения морфологические. А здесь у нас действительно и транстрахиальные, и транспнохиальные, и трансэзофагиальные функции во многом облегчили такую возможность подтверждения, даже пускай и цитологического, но подтверждения метастатического поражения, поскольку компьютерная томография вовсе не даёт возможности убедиться в наличии или отсутствии вот такого варианта поражения внутригрудных симпатических узлов. В моём глядном профилировании, безусловно, обошло тоже в стандарты, если чаще мы использовали не только при распространённом немелкокрепсимом раке лёгкого, когда это влияло на выбор лекарственного лечения, то сейчас как при третьей, так и второй и первых стадиях появилась необходимость определять основные активирующие мутации, вернее, исключать их, если мы планируем неодевантную иммунохимиотерапию, а также, как увидим несколько позже, определение статуса ПД также позволяет ранжировать пациентов на потенциально более и менее чувствительных к иммунотерапии пациентов. Если посмотреть на круг, то среди всех пациентов, у которых устанавливается диагноз рак лёгкого, около 30% таких пациентов в случае подходят для проведения радикального хирургического лечения. В первую очередь мы, конечно, рассматриваем пациентов первой и второй стадии, частично третьей, и третья А стадия должна быть, безусловно, рассмотрена на возможность резектабельности, но и с учётом объёма проводимой операции, будь то пневмоноктомия, либо меньше объём, что может повлиять на выбор в каждом конкретном случае. И третья Б стадия, Т3Н2, вот такая распространённость, тоже относится к условию резектабельной, если хирург уверен в возможности Р0 резекции. Ну, для того, чтобы нам представить, насколько сложная задача стоит перед мутидисциплинарным консилиумом, давайте посмотрим, на что будет опираться хирург в выборе резектабельности, либо условной резектабельности. И это результаты консенсуса нескольких крупных иностранных хирургических профессиональных сообществ, которые, в общем-то, пришли, если можно назвать консенсус, к такому решению. Вы видите, кривоугольным камнем в таком решении является статус лимфоузлов N2, и именно они подразделены на два подтипа. Это вот N2 балки, ситуация, когда размеры лимфатических узлов от 2,5 до 3 см по короткой оси, но нет инвазии в окружающие структуры. И есть N2 с инвазией, это истинные балки, которые, в общем-то, в Российской Федерации признаны под формулировкой «балки». Все пациенты с N2 с инвазией до N2 балки по классификации, предложенной данной группой, считаются нерезектабельными за исключением, может быть, T1, T2, N2 балки, где консенсус не был достиг. Передвигаясь в более ранние столбцы, в меньшую распространенность, вы видите, что целая категория пациентов с N2 с мультизональным поражением, но без инвазии, считается условно-резектабельным. И вот эта вот серая зона, она постоянно трактует необходимость очень тщательного анализа и обсуждения в мультидисциплинарной команде, поскольку и уровень хирургических возможностей во многом предопределяет наши подходы к лечению. Тем не менее, сегодняшний путь пациента, безусловно, ориентирован на действительно объективизацию распространенности опухолевого процесса, знание молекулярно-генетического портрета опухоли уже в начале лечения, если мы прицеливаемся в неодювантную, особенно химии, иммунотерапию, а уж по результатам исследования операционного материала для предложения пациенту одювантной терапии абсолютно необходимы знания о наличии либо отсутствии GPR-ALT, мутации и уровне PD-экспрессии. Это то новое, что с последние годы появилось в объемах диагностики в этой категории больных. Давайте посмотрим на реальную клиническую картину. В данном случае мы видим, что в 2022 году было почти 45 тысяч новых случаев зарегистрировано пациентов раком легкого. Они представлены тут разделением по стадиям. Однако, как мы и предполагали, даже не 30, а лишь 26% получили радикальное лечение. Мы подразумеваем здесь хирургический этап этого лечения. Однако, из этих 26% лишь 57% получили только хирургию. И мы делаем вывод, что только 2 из 5 пациентов, получивших радикальное лечение, получили комбинированное лечение. А сегодня, мне кажется, пропорция должна быть приблизительно обратная. Процентов 60 у нас должны получать комбинированное лечение, поскольку, как мы увидим, неодевантная терапия позволила достоверно улучшить текущие результаты хирургического лечения с первой по третью стадию, а именно у пациентов с собираленными, не имеющимися раком легкого. Обращаясь к рекомендациям РУСКО, в левой стороне мы говорим в первую очередь о неодевантной, либо переоперационной терапии, когда неодевантная дополняется одевантным режимом. Ну, здесь мы можем использовать иммунохимиотерапию, либо просто химиотерапию, но для иммунохимиотерапии подойдет пациент с резектабельным немелкоклеечным раком легкого. Стадия 3А и 3Б есть это Т3Н2 с дополнительным обсуждением, за исключением Н2 балки. Если есть инвазия и Т4, как символ, обозначенный не по размеру первичной лопули, а связанный с инвазией лопули процесса. Да, безусловно, часть пациентов у нас уйдет на одевантную терапию, и у нас есть сегодня возможности проведения одевантной не только химии, но и таргетной терапии при определенных условиях. Также компонент иммунохерапевтический после одевантной химиотерапии может быть использован у пациентов с гиперэкспрессией и ДЛА. На основании чего сделаны такие предложения, безусловно, это крупные рандомизированные клинические исследования, и лидером вне одевантной иммунохимиотерапии является исследование Checkmate 816, где пациенты с 1Б по 3А стадию, по 7 классификации ТНМ, в случае исключения ЭДЖФР и АЛК мутаций дальше стратифицировались по стадии и уровню ПДЛ-экспрессия. После трех курсов химиотерапии совместно с неволумабом, либо только химиотерапией, пациентам выполнялось хирургическое вмешательство, и далее в послеоперационном периоде пациент уже не получал иммунотерапию. Если исследователи считали необходимым, они опционально могли добавить одевантную химию или лучевую терапию, но для нас в дальнейшем, мы это покажем, очень важен был факт, чтобы все лечение было ограничено только иммунотерапией в неодевантном режиме. И результаты, которые были получены, они действительно всех нас как минимум крайне порадовали, потому что, если мы возьмем всю популяцию, левый и верхний угол слайда, мы видим, что у пациентов на химиотерапии частота достижения полного морфологического ответа составляла 2,2%, в то время как 24% полных морфологических ответов на иммунохимиотерапии. Вот представьте, что в 10 раз выросла частота этого показателя, причем она несколько разнилась в зависимости от стадии оплеопроцесса, на которой проводился такой вариант иммунохимиотерапии. Максимальный показатель в 40% показался при первой B стадии. И еще один из показателей, который мы хотели бы актуализировать, это большой патоморфологический ответ, верхний правый угол слайда. И под большим морфологическим ответом мы подразумеваем наличие не больше 10% жизнеспособных опухолевых клеток под исходного состояния, то есть 90% опухолевых клеток погибло на входе неодевантной иммунохимиотерапии. И, соответственно, этот показатель уже с 24% полного морфологического ответа увеличивается почти до 37%. И это тоже фантастический результат для лекарственного лечения неминококлеточного рака легкого. Однако очень важен поданализ, который был проведен, и, в общем-то, было показано, что уровень педели экспрессии во многом может предсказывать эффективность такого нашего подхода. И если в общей ITT-популяции частота полных морфологических ответов состояла 24%, то у пациентов с положительной экспрессией педель этот показатель возрастал до 32,6%. То есть представьте, на ITT-популяции каждый четвертый пациент достигал полного морфологического ответа, а при педель позитивной опухолевых клеток был уже каждый третий пациент. Поэтому первой предпосылкой к тому, чтобы отбирать именно пациент с положительной педели экспрессии на неодевантную иммунохимиотерапию, был пройден. Вот бессобытийная выживаемость, что является некоторым аналогом безрецидивной выживаемости, нет времени останавливаться на терминах, но, тем не менее, понятно, что показатели бессобытийной выживаемости достоверно были выше в группе иммунохимиотерапии, и соотношение рисков составило 0,68. То есть если мы шли на неодевантную иммунохимиотерапию, то риск прогрессирования уменьшался на 32%. Ну и посмотрите, результаты допустим. Константин, извините, у вас презентация пропала. Пропала? Да. Давно? Вот только что. Сейчас, секунду. И вот этот показатель общей выживаемости, бессобытийной выживаемости, да, он был достоверно выше. Сейчас появилось? Сейчас появилось. Спасибо. И я возвращаюсь к цифрам. На 24 года 65% бессобытийной выживаемости против 47%, и на 3 года разница сохраняется 57% против 43%. Это действительно серьезный успех и, в общем-то, показатель потенциального выздоровления конкретного пациента. Но посмотрим в детали, стоит ли нам идти по этому пути для всех групп пациентов, и вы видите, что если для третьей стадии выигрыш оказывается еще более колоссальным, соотношение рисков 0,54, то есть уже не на 30 с чем-то процентов, а на 46% снижается риск прогрессирования, 63 против 38% на 2 года, то при 1-й и 2-й стадии разница не носила достоверного характера. Именно на основании этого поданализа вы в конечном итоге увидите в клинических рекомендациях, что только пациенты третьей стадии включены как потенциально больные, претендующие на неодевантную иммунохимиотерапию, и этому обоснование это поданализ. Более того, и ПДЛ-позитивность также должна учитываться в достижении лучших отдаленных результатов, мы видим соотношение рисков 0,41 в случаях, когда ПДЛ-позитивная опухоль была у пациента, и отсутствие достоверных различий 0,85 в соотношении рисков при ПДЛ-негативной опухоли, поэтому мы теперь не удивляемся, когда при третьей стадии только у ПДЛ-позитивных и с отсутствием АЛК и АЛК-мутаций предлагаем иммунохимиотерапию. Наконец, общая выживаемость, и это очень важный параметр, к которому должно стремиться любое исследование, да и в конечном итоге и пациенты, и врач хочет достичь достоверных различий как раз в этом показателе, и здесь мы видим соотношение рисков 0,62, значит риск смерти пациента снижен на 38%, если мы выбрали такой вариант лечения, и сами цифры, 78% живы на 3 года, это серьезный показатель для лечения операбельного немелкоотличного рака лёгкого. Текущие исследования, третьи фазы, они представлены на этом исследовании, и, пожалуй, мы поговорили только о чекмейте 816-м, причем она не одобрена в Российской Федерации, и мы имеем легитимную возможность проводить теперь неодевантную иммунохимиотерапию этой схемой, но оно отличается от четырех других представленных на этом исследовании тем, что в остальных случаях была опция проведения не только неодевантного этапа лечения, но и одевантного в виде моноиммунотерапии в течение года после проведенного радикального лечения. И здесь, в общем-то, действительно были предпосылки, есть ли у нас возможность улучшить результаты исследований чекмейт. Давайте посмотрим на отдаленные результаты пациентов в исследовании чекмейт в зависимости от достигнутого эффекта. Верхние две кривые демонстрируют общую выживаемость пациентов, которые на химиотерапии, либо на иммунохимиотерапии достигли полного ответа. Вы видите, что результаты крайне высоки и между собой не отличаются. По-видимому, для пациентов с полным морфологическим ответом мы можем рассматривать и динамическое наблюдение. А вот пациенты, которые не достигли полного морфологического ответа, будь то на химиотерапии, либо на иммунохимиотерапии, в дальнейшем демонстрируют приблизительно одинаковые результаты. И вопрос, собственно, состоял в том, а добавление этой группе пациентов адювантной иммунотерапии принесет ли некий бенефит? Ну и подтверждение этому мы получили в исследовании Кинот-671, где использовался уже не немалумаб в качестве иммунотерапевтического агента, а пембролизумаб. И еще раз посмотрим, в исследовании чекмейк пациентов, которые не получили полный морфологический ответ. Разница показателей между представленными группами недостоверна. В группе Кинот пациенты, не достигшие полного морфологического ответа, получали адювантную иммунотерапию. И группа с пембролизумабом показала достоверное улучшение выживаемости соотношением риска 0,69. То есть сегодня только достижение полного морфологического ответа может нас удовлетворить в плане проверенной неадювантной иммунохимиотерапии. Если полный морфологический ответ не был достигнут, быстрее всего этому пациенту есть смысл рассмотреть возможность проведения адювантной терапии. И, в общем-то, фактическая составляющая опции неадювантной иммунохимиотерапии рассматривается только для изначально резектабельных, обращая внимание больных третьей стадии, и GFR, и ЛК-позитивных, отрицательных, и ПДЛ-позитивных. Сегодня консенсусом с хирургами является, в том все, подход, что пациент должен быть изначально резектабельным. Не надо стараться нерезектабельный процесс перевести в резектабельный, поскольку для нерезектабельного немёкотеречного рака третьей стадии есть свой золотой стандарт, включающий назначение химио-лучевой терапии, поддерживающей либо иммуно-либо данной терапии, исходя из молебиально-генетического профиля опухоли. Ну и, конечно, если мы не провели такому условно-резектабельному пациенту неодевантную терапию, то после радикального лечения у нас есть опция одевантной иммунотерапии, целая серия исследований. На сегодня в Российской Федерации зарегистрировано исследование «Импауэр-10» с использованием отеза резумат после стандартной химиотерапии. Других нет. Ждём результатов исследований и, конечно, исследования по таргетной одевантной терапии. ИДЖФР-мутация уже сегодня входит в стандарты назначения таргетной асимертениба с достижением достоверно лучших результатов по общей выживаемости. По этому же пути пошли ли пациентов с наличием АЛК-транслокации, назначение асимертениба, правда уже на 2 года, а не на 3, в зависимости, в отличие от асимертениба, позволяет также добиться достоверного улучшения результатов, но пока у нас есть данные только по безрецидивной выживаемости, надеемся, что они транслируются и на общую выживаемость. И, наконец, иммунотерапия отеза резумат после стандартной химиотерапии для больных 2-й, 3-й А-стадии с гиперэкспрессией более 50%, но когда я вижу 5-летнюю выживаемость 85% у пациентов 2-й, 3-й стадии, я очень рад за результаты работы наших хирургов, потому что ничего подобного в обозримом прошлом просто мы не видели. Мы ждем ли каких-то новостей? И новостей мы ждем от собственных клинических исследований, ну и других клинических исследований, может быть, терминомизированных, которые проводятся в мультицентровых. И в данном случае, мне кажется, очень интересный дизайн, когда проводится индукционная терапия, в данном случае иммунотерапия с химиотерапией 2 курса, мультидисциплинарный консервис проводит рестагирование и, в общем-то, оценивается процесс, оказался резектабельный или нерезектабельный. Если резектабельный, то добавляет еще 1-2 курса иммунохимиотерапии, пациент уходит на операцию. Если после двух первых инициировающих курсов мультидисциплинарная команда признает процесс как нерезектабельный, назначается химио-лучевая терапия. И в одном и другом случае после операции, либо после химио-лучевой терапии, на один год назначается иммунотерапевтический агент. Когда у нас будут данные по этому исследованию, мне кажется, мы сможем адаптировать эти результаты в нашу реальную клиническую практику, поскольку она действительно, на мой взгляд, кажется очень востребована и на первом этапе инициированное иммунохимиотерапевтическое лечение может дать ответы на многие вопросы. Конечно, все должно решать мультидисциплинарный консилиум и для пациентов, условно, операбельной ситуации, немелко-отечный врач, легкого, единоличное решение никто не должен принимать. Ему вот такую картинку, в общем-то, хотели вам представить участников такого консилиума. И, безусловно, слева внизу хирург, который, в общем-то, как всегда, может все, но просит специалистов в лекарственном лечении определиться, за какую бы терапию. И все-таки максимальные усилия, но и очень большую эффективность дадут современные разработки, и специалист будет голосовать за ней о диван. А кто-то вот так подумает, может быть, мы подождем, посмотрим, как пройдет операция, а в том случае необходимости добавим необходимое, в том числе и улучшающие результаты, о диван на инновационное лечение. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Константин Константинович. Как всегда, очень интересно и исчерпывающе. Если можно, пару вопросов. Касательно химии лучевой терапии, да, ну, если не пацифик, если использовать под анализ, то, что у пациентов с неопределенным лкаджифра статусом и с определенным результаты были, но не такие впечатляющие, как в общей горте или прием, известном отрицательном статусе, скажите, пожалуйста, вот, условно говоря, есть пациент с плоскоклеточным раком, с известным, понятно, что это ближе к казуистике, но, тем не менее, с известным и GFR-позитивным статусом. Надо ли нам делать консолидирующую терапию дырулумабом или нет вот такого пациента после, ну, неважно, или сочетанной, или последовательной химио-лучевой терапии? Ваше мнение. В целом, для пациентов с активирующими мутациями, ну, и в первую очередь с GFR-мутацией, было показано, что добавление дырулумаба в поддержку терапии не приносит достоверных улучшений, отдаленных результатов. И исследование лауры, которое было, в общем, инициировано и проведено, были представлены результаты, показало, что именно назначение асмертиниба после эффективной химио-лучевой терапии, под которой мы подразумеваем как минимум отсутствие прогрессирования, позволяет надеяться на достоверно лучшие результаты, пока по времени без прогрессирования. Так что на сегодня, если нет возможности назначить асмертиниб, то лучше оставить такого пациента под наблюдением, поскольку дырулумаб ничего не добавит. Случай, который вы представили, будет интересен, в первую очередь, морфологам, потому что, мне кажется, если в плоскотечном в раке нашли аденокарцезон, нашли эджифо-экспрессию, значит, это требует просто более углубленного анализа, и, как правило, это оказывается морфологической ошибкой. Еще очень важным компонентом является определение ПДЛ-экспрессии, и я думаю, эти изменения в том числе будут внесены ближайшие ауоровские рекомендации, и в первую очередь будем рассматривать для пациентов ПДЛ-позитивных, поскольку сравнение кривых по ПДЛ-позитивности и негативности оказалось примерно несопоставимо лучше в сторону ПДЛ-позитивных. Поэтому отсутствие активирующих мутаций, ПДЛ-позитивность – это повод для очень серьезного рассмотрения дроблумаба. Наличие активирующих мутаций, в первую очередь, в джинкуэр – это асимертенид, и есть ранние фазы клинических исследований для ЛК-транслотации, где также показана эффективность назначения алектинида после эффективной химилочевой операции. Спасибо большое. Коллеги, есть ли у кого-то вопросы к Константину Константиновичу? Да, конечно, есть, Воронеж. Потап Юрий Николаевич, у меня такой вопрос, Константинович. Во-первых, спасибо большое. Слышно меня? Слышно. За тщательное рассмотрение этой проблемы. Вопрос у меня к ведущему специалисту по раку легкого. Вот в свое время в работе Марка Борисовича Бычкова был дан процент операбельности 25%. Это его в 78-го года. Вы в своем докладе приводите те же самые цифры. Скажите, пожалуйста, почему ничего не изменилось и что можно сделать для решения этой проблемы? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я вижу, что цифры, процент выявляемости на ранних стадиях, он на самом деле растет, но очень медленно. И это связано не только с особенностями диагностики в нашей стране, во всех странах, и где-то когда 25-27% выявленных на первой и второй стадии, это считается приемлемым результатом для региона. Некоторые регионы, где внедрены программы ранней диагностики, где есть пилотные скрининговые программы, показывают повышение этого показателя до 30-31%. Это кажется фантастикой. Дело в том, что операбельность или диктабельность мы можем надевать на хирургу, что проблема есть. Да нет, хирургия сегодня достигла, мне кажется, потолка своих возможностей и резинцировать сегодня мультидисциплинарными хирургическими командами можно все, что угодно. Но вот операбельность, она складывается не только с функциональной операбельностью, но и с онкологической, когда есть понимание, для чего это делается. И именно поэтому достаточно устойчивые показатели пациентов, выявленных на первой и второй стадии. Понимание наших возможностей в лекарственной терапии, а теперь и в лечении пациентов неоперабельной третьей стадии, когда достигнуты тоже очень серьезные успехи. Ведь сегодня без операции, с химио-лучевой и последующей иммунотерапией мы можем надеяться на 33% без прогрессивной выживаемости через 5 лет. Это люди с неоперабельной третьей стадии без операции, когда почти 50% переживают 5 лет общей выживаемости. Цифры очень серьезные, я с этого начинал. Мы сегодня не гонимся в любом случае за хирургическим компонентом. У нас появились хорошие возможности, и мы ставим свои задачи из лечения не только пациентов первой, второй, но уже и частично третьей стадии. Поэтому цифра со времен Марка Борисовича не сильно изменилась. Спасибо. В чате, насколько я понимаю, вопросов у нас нет. Спасибо большое, Константин Константинович. Тогда идем дальше по программе. Удаю. Следующий доклад будет посвящен одевантной терапии или ранней первой линии. Причина увеличения выживаемости. Мария Леонидовна Макаркина, Санкт-Петербург. Пожалуйста. Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Для начала буквально пару минут. Меня слышно, видно, все хорошо? Слайды есть, видны. Спасибо большое организаторам данного вебинара, потому что, скажем так, мне была дана очень интересная задача и в непродолжительное время попытаться разобраться с такой интересной темой, как одевантная терапия при раке легкого. И немножко хотелось бы подискутировать на эту тему, пообщаться. Конечно, после Константина Константиновича очень сложно, скажем так, какими-то новшествами в кавычках делиться, и поэтому я начну с малого. Если говорить о том, что ранний рак молочного, простите, ранний рак легкого, все равно, несмотря на имеющееся лечение, все равно пятилетняя выживаемость, особенно при вторых, третьих стадиях, оставляет желать лучшего, конечно, мы понимаем о том, что таким пациентам помимо стандартного хирургического лечения хотелось бы предложить что-то еще для того, чтобы постараться максимально продлить их жизнь. И если обратите внимание на данный слайд, то даже при первой стадии пятилетняя выживаемость, она не превышает 80%, в то время как при третьей стадии это ограничивается в районе 45%, и таким образом, конечно, хочется больше и больше найти мишеней в лечении наших пациентов. На самом деле, когда мы говорим про адевантную терапию, в первую очередь, конечно, хочется вспомнить врача, онколога, Эмиль Фрея, который в 1972 году совместно со своими коллегами продемонстрировал преимущество в добавлении к локальному лечению химиотерапии, в частности, метатриксата и ликаварина, в увеличении выживаемости. Если мы говорим про адевантную терапию, то принципиальное отличие, конечно же, от палеотивного лечения – это разные, скажем так, механизмы действия и разная цель, которую мы ставим перед собой. И в адевантном лечении, конечно, потенциально мы планируем всё-таки излечить нашего пациента. Однако, если, допустим, говорить про ту же самую остеогенную саркому, здесь как-то не возникает вопросов в необходимости адевантного лечения, то если мы возьмём другие солидные опухоли, то зачастую дельта общей выживаемости не превышает 3, а то и 10%. Если говорить конкретно про рак лёгкого, то несмотря на то, что все исследования были начаты ещё с 60-х годов, то какие-то более-менее достоверные данные мы получили уже ближе к 2000-м. И всем известный крупный большой метаанализ Лейс, который включил в себя более 4000 пациентов, 5 крупных исследований по оценке, скажем так, по оценке необходимости проведения адевантной терапии, по выбору наиболее выгодного режима для пациента химиотерапевтического, показал преимущество абсолютный прирост к 5-летней выживаемости около 5%. Конечно, на тот момент это уже был достаточно большой прорыв, но всё равно, с другой стороны, это не такой большой процент, как хотелось бы. И параллельно с этим в данном метаанализе, конечно, было продемонстрировано, что далеко не всем пациентам с ранним раком лёгкого требуется проведение профилактического лечения. И на тот момент, и даже посмотреть, если подгрупповые анализы, однозначно можно сказать, что пациентам с первой А стадии или пациентам с не очень хорошим состоянием качества жизни, то с выраженными сопутствующими заболеваниями не каждому мы предложим вариант профилактического адевантного лечения. Конечно, данная терапия должна приниматься в условиях мультидисциплинарной команды, мультидисциплинарной группы, и длительное время профилактическое лечение в виде химиотерапии являлось одним из основных. Всё ли так радужно? Даже говорить, если про профилактическое лечение, настолько ли оно безопасно, как нам хотелось бы видеть. На самом деле нет, и существует ряд исследований, в которых пациенты погибали на фоне лечения, а это, скажем так, совсем не то, что хочется видеть у наших пациентов, тем более мы понимаем, что, условно говоря, продолжительность жизни без адевантного лечения явно была бы выше, чем в случае, если пациент у нас погибает на фоне профилактического лечения. Это ещё раз говорит о том, что при выборе той или иной терапии конкретного пациента, наверное, мы должны складывать все плюсы и минусы и стараться индивидуализировать подход. Таким образом, на сегодняшний день так называемый портрет пациента по восьмой классификации мы должны рассмотреть и рекомендовать профилактическое лечение пациентам со второй А стадии при наличии факторов риска, в частности, это если в эпоху более 4 см, имеется в облечении висцеральной плевры, мы видим не совсем адекватный объём оперативного лечения, неправильное стадирование статуса, либо, допустим, если это какая-то экстренная операция, и у нас нет этой информации, либо патоморфологи не всегда указывают эту историю, то есть на это мы тоже обращаем внимание. А также, если пациент всё-таки моложе 75 лет, и его функциональный статус позволяет нам рассмотреть вопрос о назначении профилактического лечения. И также пациенты с большими стадиями, то есть как раз-таки мы говорим про третью А стадию в том числе. Какими видятся пути решения повышения эффективности одевантной терапии? Потому что, как я уже выше говорила, дельта, она достаточно, она очень радует, но недостаточно значимая, которую хотелось бы видеть у наших пациентов. Тем более у нас в арсенале появляются в лечении метастатических опухолей, появляются новые мишени, новые препараты. И, конечно, хочется посмотреть и применить их в профилактическом лечении, потому что онкологи не оставляют надежды на то, что мы сможем всё-таки помочь нашему пациенту. На самом деле, вот эти пути решения эффективности у меня представились как развитие, скажем так, оружейного дела, да, и если раньше мы пользовались, если раньше человечество пользовалось дубинками, то сейчас имеется достаточно крутое и качественное оружие. То по аналогии с этим у нас появляются, то есть наши пациенты уже зачастую до операции имеют статус иммуногистохимический, молекулярно-генетический, и на момент после операционного лечения, когда мы встречаемся с ним в рамках мультидисциплинарной команды, конечно, чаще всего стараемся всё-таки иметь на руках эти статусы, чтобы понимать, у пациента есть мутация, у пациента есть высокий уровень ПДЛ. Кроме этого, одним из путей решения, конечно, это эскалация терапии препаратами, которые ранее применялись в первой линии, это уже, скажем так, далеко не новости. Вот Константин Константинович как раз в своём докладе продемонстрировал эту историю, что сейчас не только в адевантном лечении мы применяем эти препараты, но и в неодевантном лечении. Ну и, конечно, это поиск ранних маркеров прогрессирования, это то, что, скажем так, однозначно будет обсуждаться ещё, наверное, не один год. Это как раз-таки возможности поиска различных циркулирующих, в том числе циркулирующих опухолевых ДНК, для того, чтобы попытаться спрогнозировать факторы негативного прогноза для пациента для назначения ему того или иного вида лечения. Ну, если мы перейдём к молекулярным мишеням, в частности, это EGFR-мутация, это всем известный дизайн исследований Адаура, это когда в данном исследовании смотрели, в данном исследовании третьей фазы как раз-таки рассматривалось профилактическое назначение асимертениба, и в качестве первичной и конечной точки была как раз-таки рассмотрена безрецидивная выживаемость у пациентов второй, второй, третьей стадии, и уже далее оценивалось как раз-таки качество жизни и безрецидивная выживаемость в общей популяции. Уже известные, естественно, результаты. Терапия асимертенибом значительно улучшила безрецидивную выживаемость, достаточно значимое различие, и, конечно, на основании этого терапия асимертенибом уже все-таки входит в нашу клиническую практику, и, наверное, даже относительно нашего центра за буквально какие-то там 2-3 года видно, скажем так, прирост этих пациентов, которые получают в профилактическом режиме с ЭДЖФР-мутацией данный препарат. Что касается по общей выживаемости по стадиям с немелкоклечным рахмом легкого с ЭДЖФР-мутацией, то, конечно, наибольшее преимущество имеют пациенты с 3-й стадии. С одной стороны, казалось бы, ну почему вот у нас есть много прекрасных препаратов, которые замечательно работают в первой линии, во вторых линиях, но абсолютно не работают в профилактическом лечении. То есть, допустим, та же самая девантная терапия ЭДЖФР-ингибиторами, это асимертениб не был первым, как мы знаем, да, и у нас есть ряд исследований, которые попытались провести в профилактическом режиме, но данная терапия провалилась. И, конечно, с одной стороны, молекулы можно сказать, что стали лучше, с другой стороны, наверное, все-таки тот объем опухолевой массы, когда мы говорим о метастатической болезни, да, и это можно представить, что у пациента есть опухоль, есть как раз-таки то, на что мы воздействуем препаратами, то, когда мы говорим про профилактическое или адювантное лечение пациента, то не всегда мы можем однозначно сказать, что будет ли польза у этого пациента, или лечение, которое мы провели, оно, скажем так, будет затратно для государства, но будет токсично для пациента, но по факту пользы не обязательно что принесет. Конечно, это, возможно, в дальнейшем мы сможем каким-то образом еще больше углубиться в портрет пациента, индивидуализировать более детально, кому надо это назначать, кому нет, но все равно даже видя дельту в выживаемости по сравнению с обычным наблюдением при той же первой Б-стадии, мы понимаем, что в общем и целом пациентам имеет смысл на сегодняшний день рекомендовать таргетное лечение. Что касается других молекулярных мишеней по типу АЛК-мутации, то в настоящее время пока официально, конечно, мы не применяем в профилактическом режиме препараты АЛК-ингибиторы, но, скажем так, ингибиторы тирозинкиназ, которые действуют на АЛК-мутацию, на РОС-1, но исследования на этот счет ведутся, и, возможно, это вопрос буквально каких-то нескольких лет, и после получения результатов, возможно, мы уже однозначно скажем, что таким пациентам с наличием мутации мы будем назначать таргетную терапию не только, допустим, при ИГФР, но и при других. И тот момент, о котором тоже уже Константин Константинович говорил, как раз-таки одевантное лечение, это исследование ЭМПАУР, при котором после платино-содержащей терапии пациенты были рандомизированы, и одна группа получала, была в группе наблюдения, другая получала иммунитерапию с тазолизумабом. И, конечно, преимущество в группе ПДЛ позитивных пациентов, у которых высокая экспрессия ПДЛ, она достаточно значимая, внушительная, как время без прогрессирования, вот этот период, как общая выживаемость. Однако есть и другое исследование, которое, возможно, немножко вводит клиницистов в такой ступор непонимания. Это исследование как раз-таки со схожим дизайном, это исследование Кейнот-091, где особенность была и различие только в том, что препарат был выбран именно пембролизумаб. И в чём же удивление состоит в том, что как раз-таки пациенты с высокой экспрессией ПДЛ не показали, не продемонстрировали преимущество в общей выживаемости, во времени без прогрессирования вот этого, пока наблюдали пациентов, в то время как пациенты с таким средним уровнем экспрессии, как раз-таки там было это преимущество. И да, на сегодняшний день, наверное, всё-таки однозначно вошёл в наши рекомендации, мы видим это и в клинических, отображены и в клинических наших рекомендациях эта история, что назначение при высокой экспрессии ПДЛ выше 50%, мы можем рекомендовать пациенту терапию, иммунотерапию от изолизумабом, однако для пациентов, кому мы считаем необходимым продолжение терапии, иммунотерапии, допустим, пембролизумабом, если у него ПДЛ-статус в среднем уровне до 50%, в общем и целом мы тоже можем рассматривать. Поэтому, наверное, на сегодня до конца ответить на вопрос, что же это такое девантная терапия, это продолжение первой линии, или это всё-таки действительно излечение наших пациентов, наверное, я на сегодняшний день, ответ на этот вопрос, всё равно у меня остаётся такое смешанное мнение на этот счёт, потому что, кажется, вот мы пациентам даём новые опции, мы стараемся, всё равно кто-то из этих пациентов, он излечится, и это уже хорошо, то есть кто-то сможет, скажем так, кто-то может не вернуться к нам на повторный приём с рецидивом и так далее. Но всё-таки одна из групп пациентов, она всё равно будет оставаться и будет требовать дополнительного исследования, в чём их особенность, и поиска новых мишеней для попытки в борьбе с данным видом заболевания. У меня на этом всё. С удовольствием выслушаю ваши вопросы. Спасибо большое за замечательный доклад. А вопрос будет следующего характера. Вот уже у Константина Константиновича спрашивали касательно целесообразности консолидации друлумабом. Ну, назовём эту консолидацию тоже условным одевантом, да, у пациентов с драйверными мутациями в ЭДЖФР и ВНК. Ваше мнение, надо ли нам ориентироваться на менее частые мутации, да, всё-таки и РОС-1 встречаются у пациента, да, и с РЭТом встречаются у пациента. Какие мы можем получить у пациентов с редкими мутациями? Надо ли у них гнаться за одевантом? Спасибо большое за вопрос, Андрей Александрович. На самом деле, если я правильно его интерпретировала, если что, меня поправьте, когда мы говорим про наличие у пациента таргетных мишеней по типу, не только ЭДЖФР, да, там ИЛК, РОС, более редкие истории, то, наверное, всё-таки при выборе, при консолидации, допустим, терапии друлумабом, всё-таки я в своей практике стараюсь воздерживаться, потому что преимущество таргетной терапии у этих пациентов, ну, скажем так, выходит на первое место, а вот вопрос с иммунотерапией здесь достаточно спорный. Хотя, если посмотреть на исследование, вот ЭМПАУР то, что показывал, демонстрировал, да, то есть и пациенты с ИДЖФР и ИЛК-мутацией в том числе получали преимущество. Но, наверное, всё-таки это мнение моё, возможно, в чём-то повлиял на него Фёдор Владимирович Моисеенко, что при наличии таргетных мутаций как-то вот к иммунотерапии я более прохладно отношусь. И при тяжёлом выборе, и вы меня, наверное, в этом поймёте, когда у нас есть ограниченное количество препарата, когда нам нужно выбрать того пациента, кому всё-таки мы сможем с этим помочь, наверное, всё-таки я бы отдала предпочтение продолжению иммунотерапии курильщикам, ну, скажем так, без мутаций. Спасибо большое. Ну и просто маленькая ремарка. В защиту мета-анализа ЛЭЙС вы сказали то, что вроде бы не такие впечатляющие результаты, всё 5%, но надо вспомнить, что туда включались исследования достаточно древние в этот мета-анализ, и часть исследований в качестве одеванта проводили те режимы, которые мы сейчас, ну, а за что в страшную сне можем назначить, например, одевант с витамицином, это не самый лучший вариант. Андрей Александрович, абсолютно с вами согласна, но вот даже при анализе данной истории с ЛЭЙС мета-анализом, с другой стороны, мы же понимаем, что как раз-таки на тот момент, это сейчас мы имеем ПЭТ, КТ, КТ, МРТ, всё, что хотим, мы имеем. На тот момент, конечно, наши коллеги, они не имели такой возможности диагностики. И с другой стороны, у нас встаёт вопрос о том, а насколько реально профилактические иногда были режимы. Но надо отметить и отдать должное то, что для того времени вот эта вот разница в 5%, это шикарная разница была. Ну, конечно, это не остеогенная саркома, но всё равно это не значит, что мы должны ничего не делать для наших пациентов. Спасибо большое, коллеги. Есть ли у кого-то ещё вопросы? Мария Леонидовна, спасибо большое. Я ещё хотела такой вопрос задать. Вот мы говорим об одевантной терапии у пациентов с 1-й, 3-й стадией, с ежифармутациями. Вот на ваш взгляд, какие пациенты имели преимущество в назначении? То есть одним мы назначаем химиотерапию, затем таргетную терапию, а другим пациентам назначаем вот там как вариант только таргетную терапию. Вот на ваш взгляд, какой портрет пациента, которому вы назначили и химиотерапию, а затем таргетную терапию? Потому что мы понимаем, что, говоришь, токсичность будет совсем другая. Спасибо огромное за вопрос. Я с вами абсолютно согласна, и мы тоже регулярно в рамках врачебных консилиумов сталкиваемся с этой проблемой. На самом деле, сначала химиотерапию, а потом переходить там на ингибиторы и GFR, я бы однозначно рекомендовала третья стадия, вторая стадия. При первой Б это, ну, скажем так, все-таки у возрастного пациента с сопутствующей патологией, наверное, я бы ограничилась исключительно таргетной терапией. В чате вопросов нет. Спасибо большое, Мария Леонидовна. Переходим дальше. Виктор Вячеславович нам доложит свой клинический случай. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо большое, Константин Константинович, Мария Леонидовна, за ваши прекрасные исчерпывающие доклады, после которых даже я буду в чем-то вынужден повториться, но тем не менее это всегда хорошо. Спасибо организаторам данного межрегионарного вебинара за возможность представить наш опыт, опыт Ленинградской областной клинической больницы в ведении пациентов с резектабельным или мелко-клиточным раком легкого, да, с применением комбинированной терапии. Ну и начать я хочу с хорошо всем известной статистики, да, на сегодняшний день рак легкого является самым распространенным злокачественным новообразованием, да, по данным Глобака на 22-й год в мире зарегистрировано порядка 2,5 миллионов случаев, при этом 20% всех смертей связаны именно с этим заболеванием. Рак легкого достаточно гетерогенное заболевание, включающее в себя различные гистологические подтипы, отличающиеся по патологическим, генетическим и клиническим характеристикам. Сегодня моя речь пойдет у пациентов с локальными стадиями немецко-клиточного ракового легкого без активирующих мутаций. У каждого четвертого нашего пациента, да, с данным диагнозом заболевание выявляется на ранних стадиях, что позволяет нам провести хирургический этап лечения. Но даже при условии его проведения риск рецидива очень высокий. Порядка 50% пациентов в течение 5 лет прогрессируют. В связи с тем, что почти все рецидивы сопровождаются с появлением отдаленных метастазов, основную роль в снижении вероятности рецидива должна играть системная терапия. До данного времени главным методом системного лечения наших пациентов без активирующих мутаций являлась цитостатическая терапия, которая всей своей невысокой противоопухолевой активностью при немецко-клеточном раке легкого позволяла снизить риск рецидива всего лишь на 5%. Это нам продемонстрировали мета-анализ LACE, который был опубликован в 2008 году, где было выявлено умеренное увеличение 5-летней выживаемости. Но, да, опять же хочется оговориться, что действительно тогда проводились лечения довольно-таки тяжелыми схемами, было недоступно множество современных методов исследования, и в том числе были пациенты с неподтвержденной третьей пдостатии, которые были там, условно, включены в это исследование. Да, но, тем не менее, чуть позже аналогичные результаты показал мета-анализ, опубликованный в 2014 году, который также показал 5-процентный бенефит в случае проведения неодювантной терапии. Результаты на тот момент, конечно же, были довольно-таки хорошие. На сегодняшний день мы можем назвать их скромными, да, учитывая тот факт, что потенциальная токсичность проведения химиотерапии порой не оправдывает даже 5-процентный выигрыш в данном случае. Волна успеха иммунотерапии в конце прошлого десятилетия в отношении многих локализаций привела к попыткам активного исследования и внедрения иммунотерапии в режиме предоперационной и послеоперационной лекарственной терапии при внеем мелкоклеточном раке легкого. И первым успехом стало по-настоящему знаковое исследование, исследование Empower-10, которое впервые продемонстрировало результат иммунотерапии в отношении беспрогрессивной выживаемости в рамках послеоперационной терапии до препарата Матеза Лизума. В данном случае, да, исследование когорта пациентов, порядка 1000 человек с резектабельным заболеванием после проведенного хирургического этапа лечения, после проведенной адювантной профилактической цитостатической терапии стандартным платиновым тюклетом, были рандомизированы на два рукава. Контрольная группа, где применялась БЕСТ-СОПОТИВ-КР, ну, наилучшая поддерживающая терапия, и группа АТеза Лизумаба, где лечение проводилось суммарно до года. По результатам, да, исследователи представили промежуточный анализ в 2021 году на ЭСМА, по его итогам установлено преимущество АТеза Лизумаба в отношении безрецидивной выживаемости среди пациентов с CPS больше одного, да, для второй-третьей стадии заболевания, для группы пациентов с наибольшим риском рецидива. Следующее исследование, о котором я хотел бы поговорить, это исследование Checkmate 816, в котором исследователи задумались о целесообразности комбинации перед операцией. Да, это исследование третьей фазы, были включены пациенты с первично-операбельным заболеванием с 1-й Б до 3-й А стадии, соматически-сохранной. 358 пациентов были рандомизированы в 2 лечебные группы, группа комбинации химио-иммунотерапии и группа только химиотерапии. В течение 6 недель после проведенного лечения должен был наступить хирургический этап, и в дальнейшем в адевантном режиме рассматривалось проведение химиотерапии или лучевой терапии. При медиане наблюдения в 21 месяц для медианы выживаемости без прогрессирования в группе химиотерапии с неволумабом достигло 31,6 месяцев, против 28 месяцев в группе только НЕ, в адевантной химиотерапии. Что добавление неволумаба, химиотерапия позволила увеличить одногодичную выживаемость без прогрессирования с 63% до 76% и двухлетнюю до 63%. На адевантной химио-иммунотерапии при мелкокеточном раке легкого позволила значительно улучшить безрецидивную выживаемость. Однако остается вопрос, достаточно ли только трех курсов до операции или иммунотерапия нужна и после. В сентябре 2024 года на Всемирной конференции по раку легкого был представлен совместный анализ и попытка ответить на этот вопрос. На слайде представлены данные о сравнении безрецидивной выживаемости из разных исследований между протоколами Checkmate 816, в котором неволумаб в комбинации с химиотерапией использовался только перед операцией и Checkmate 77 АТ, где неволумаб использовался также в адевантном режиме. Результаты показывают, что переоперационный неволумаб показал преимущество перед только на адевантном. И еще одно исследование Кейнова 671, которое расширяет наши возможности проведения лечения. Дизайн исследования схожий с Checkmate 816, за исключением того, что иммунным агентом выступал Пембролизумаб. Исследование третьей фазы пациента с резиктабельной опухолью от первой до третьей стадии были рандернизированы на две группы. Группа экспериментальная с применением Пембролизумаба с химиотерапией и контрольная группа применения только химиотерапии. Дальше последовал хирургический этап лечения и далее была адевантная терапия Пембролизумаба. Было бы странно, если бы Пембролизумаб после Checkmate 816 показал бы себя как-то похуже и более провально. Да, без событийная выживаемость в течение 24 месяцев составила 62,4% в экспериментальной группе и 46% в контрольной. Общая выживаемость составила порядка 81% в группе Пембролизумаба и 77,6% в группе Плацебо. Но данные, конечно же, еще не зрелые, очень будем ждать апдейтов. И я хотел бы непосредственно перейти к нашему клиническому случаю. Пациент 71 года с соматическим статусом НКОК-1 с длительным анаблезом курения, с довольно-таки стандартным набором сопутствующих заболеваний, гипертоническая болезнь второй стадии, риск средств судистых осложнений 3, гипертрофия левого желудочка, дислепидемия, церебно-васкулярная болезнь и хобб вне обострения. В начале июля обратился к пульмонологу по месту жительства с жалобами на выраженную слабость, приступы пообразный кашель. При фибробронхоскопии обнаружено обтурирующее образование, экзофитное образование, сужающее на 2,3 устье просвета левого главного бронха с признаками злокачественности. Выполнена биопсия, по результатам биопсии иммуногистохимического исследования выводен плоскоклеточный рак ТПС 2%. На контрольном обследовании КТ-картина рака левого верхнедалевого бронха с распространением на дистальную треть главного бронха, нижнедалевой и зональной бронхи. Также КТ-признаки метастатического поражения внутригрудных лимфоузлов до 13 мм при обследовании головного мозга и выполнении власти осцентографии картина без признаков метастатического поражения. Установлен диагноз центральный рак левого верхнедалевого бронха с переходом на главный Т2Б Н1М0, вторая Б-стадия. Проведена комиссия в областной больнице и принято решение в соответствии с рекомендациями российского общества онкологов онкологов о проведении комбинированной наодевантной химио-иммунотерапии по схеме цисплотинген в комбинации с пембролизумабом в течение трех циклов с дальнейшим принятием решения. В период с августа по октябрь проводилось данное лечение пациент переносил его удовлетворительно на фоне лечения к сожалению у пациента развилась гематологическая токсичность третьей степени в связи с этим третий цикл был проведен с редукцией 25% и до фоне первичной профилактики МП-флагерестимом. На сегодняшний момент при контрольных обследованиях на КТ грудной клетки визуализируется образование стенки левого верхнедалевого бронха до 6 мм ранее до 10 мм с переходом на нижнедалевой бронхи верхней верхней край опухоли на 29 мм ниже основания левого главного бронха ранее на 28 мм внутрегрудные лимфоузлы остаются без динамики пациент консультирован профессором Левченко Евгением Владимировичем планируется хирургическое лечение в условиях института онкологии имени Петрова с последующей альювантной иммунотерапией пембролизумабом до 13 циклов условия областной больницы спасибо большое за ваше внимание спасибо большое за ваш клинический случай не так часто мы пока имеем возможность применять химию иммунотерапию в качестве иной одеванты и в качестве переоперационного этапа как планируется у этого пациента дай бог что удастся профессору Левченко его прооперировать скажите пожалуйста будет ли как-то степень лечебного патоморфоза влиять на ваше мнение касательно проведения консолидирующего пембролизумаба конечно же степень лечебного патоморфоза это будет очень интересной для нас информацией после проведенного на одевантного режима на выборе решения дальнейшей тактики он влиять не будет скорее просто как дополнительная информация для нас о том насколько мы смогли помочь нашему пациенту и хирургам максимально радикально прооперировать данного пациента спасибо спасибо коллеги есть ли у кого-то еще вопросы в чате вопросов нет послушен доклад о иммуно-последной кардиотоксичности штука редкая но опасная добрый день уважаемые коллеги законодателями моды в иммунотерапии рака легкого являются Соединенные Штаты поэтому сначала остановимся на американской статистике по раку легкого в 2006 году в США заболело раком легкого 174 470 человек а умерло 162 460 больных что составило 93,1% от числа заболевших через 10 лет в 2016 году это соотношение составило 70,4% а еще через 8 лет 53,3% вероятно значимую роль в этом сыграло появление в арсенале американских врачей новой группы препаратов ингибиторов контрольных точек в США эти препараты стали регистрировать в 2011 году первым был эпилемумаб затем последовали неволумаб пембролизумаб отезолизумаб и дурволумаб в Воронежской области эра современной иммунотерапии началась в 2020 году когда Воронежское областное патологоанатомическое бюро стало рутинно определять экспрессию PD-L1 у наших пациентов за прошедшие 5 лет число тестов при раке легкого возросло в 6 раз с 86 до 516 в настоящее время иммунотерапия занимает важное место в лекарственном лечении больных раком легкого в Воронежской области перейдем к клиническому случаю нашего опыта применения иммунотерапии в лечении пациента с раком легкого который осложнился иммуноопосредованной кардиотоксичностью в 2018 году у пациента была диагностирована генерализованная периферическая аденокарцинома легкого третья степень злокачественности без триггерных мутаций экспрессия PD-L1 не определилась пациенту провели три линии цитотоксической химиотерапии без значимого успеха четвертой линией лечения был назначен ингибитор контрольных точек неволума его использование не требует знаний экспрессии PD-L1 во второй и последующих линиях терапии перед началом иммунотерапии пациент прошел все необходимые согласно рекомендациям русско обследования после шести курсов лечения опухоль частично регрессировала компьютерная томография патологического процесса до начала иммунотерапии и после шести курсов показала значимое уменьшение размеров опухоли терапия неволумабом продолжилась до 12 курсов но в ночь после введения 12 курса препарата пациент скончался патанатомическое вскрытие констатировала килоид в ложе опухоли остаток опухоли с лечебным патоморфозом третьей степени в рубцовом ложе сердце серозный миокардит с отеком миокарда клеточной реакцией стромы и лизисом кардиомиоцитов также были обнаружены признаки фибрилляции на основании макро и микроскопии был поставлен следующий патологоанатомический диагноз солидный аденокарцинома легкого G3 T4 NXM1A состояние после диагностической резекции 2-го и 6-го сегментов правого легкого в ноябре 2019 года трех линий цитотоксической химиотерапии прогрессирования в феврале 2020 года после 12 курсов терапии ингибиторами контрольных точек частичная регрессия опухолевый остаток с явлениями третьей степени лечебного патоморфоза осложнениями основного заболевания явились подостросирозный миокардит миокардиодистрофия отек легких отек головного мозга острая общая венозная полнокровие иммуноопосредованное миокардит встречается с частотой 2,4% и составляет от 27 до 46 случаев летальных исходов его механизмом является аутореактивный иммунный ответ в отношении здоровых тканей из-за избыточной стимуляции иммунологической реактивности сопутствующими заболеваниями у данного пациента явилась кардиоваскулярная патология не сыгравшая существенную роль в тонатогенезе так как отсутствовали гемодинамические значимости нос а также нарушение обмена веществ которое могло повлечь за собой нарушение работы сердца выводы иммунотерапия ингибиторами контрольных точек может быть эффективной у многолеченных пациентов с раком легкого но как и другие методы лекарственной терапии рака имеют осложнения которые могут быть смертельными проводимые согласно рекомендациям русско обследование пациентов до и во время иммунотерапии снижают риск развития нежелательных явлений но не гарантируют их полное отсутствие спасибо спасибо большое интересный доклад скажите пожалуйста с точки зрения клинического онколога так как иммуно-посредственные повреждения сердечной мышцы бывают достаточно редко что в первую очередь должно насторожить что у пациента развивается именно иммуно-посредственная токсичность тем более пациента с раком легкого они крайне редко бывают без комарбидности тем более без комарбидности сердечно-сосудистой спасибо большое за вопрос но я думаю что здесь должна быть мультидисциплинарная работа вместе с кардиологами чтобы они могли тоже определить насколько кардиоваскулярная патология значима и должно быть достаточно полное обследование пациента как говорилось согласно рекомендациям с консультациями сопутствующих специалистов по его сопутствующим заболеваниям это то есть УЗИ сердца стандартное обследование электрокардиография натриуретический пептид также тоже можно брать скажите пожалуйста функциональное МРТ сердца в вашей клинике выполняете? нет у нас такое не выполняется хорошо спасибо большое коллеги если у кого-то вопросы в чате вопросов нет тогда послушаем клинические случаи иммунотерапии мелкоклеточного рака легкого добрый день глубоко уважаемые коллеги немного статистики в структуре заболеваемости злокачественного образования МРТ в Воронежской области на третьем месте после рака кожи и рака молочной железы на протяжении последнего десятилетия заболеваемость раком легкого в Воронежской области немного ниже чем больше чем в среднем по России в структуре смертности рак легкого занимает первое место и на протяжении нескольких лет смертность в Воронежской области в среднем меньше чем по России так она в 23 году составила 29 на 100 тысяч населения в России 33 и 5 на 100 тысяч населения распределение по стадиям это данные наши статистики которые потом опубликованы при 2023 году третья и четвертая стадия составили 40 и 30 процентов и того 70 процентов вместо распространенного метастатического рака по морфологической структуре в Воронежской области 18 процентов составляет мелкоклеточный рак проблема мелкоклеточного рака стоит очень остро все мы знаем что это неблагоприятный вид опухоли легкого с учетом того что у него высокая индекс пролиферативной активности время удвоения в опухоли быстрее чем у других видов рака легкого это говорит о том что прогноз более неблагоприятный и все время стоял вопрос о новых опциях в лечении рака легкого на протяжении 30 лет несмотря на появление различных инновационных препаратов золотым стандартом лечения распространенного мелкоклеточного рака легкого оставалась комбинация топозиды с препаратами к платины напомню что на сегодняшний день есть два крупных рандомизированных исследования показавших достоверную эффективность ингибиторов контрольных точек иммунитета в комбинации с химиотерапией при распространенном мелкоклеточном раке легкого это исследование АОМ ПАУР 133 где применяли атезолизумаб в комбинации с этапозидом кармоплотином в сравнении с группой пациентов без атезолизумаба и исследование КАСПИОН где применяли дурбулумаб в комбинации с этапозидом кармоплотином или этапозидом цисплотином в отличие от другой группы где сравнивали без иммунопрепаратов что в корне изменило парадигму лечения распространенного мелкоклеточного рака легкого, так как эти исследования показали, что есть выигрыш в частоте объективного ответа и в общей выживаемости у группы пациентов, которые получали терапию, терапию иммунотерапию плюс химиотерапию. Наш клинический случай. Пациентка 61 года рождения, на начало лечения был 61 год, с диагнозом центральный рак левого легкого, стадии 4А, Т3Н2, М1, метастазы в лимфоузоле средостения, плевору, левосторонний плеврит. Исцологический диагноз – мелкоклеточный рак. Коморбидность, гипертоническая болезнь второй стадии, кардиосклероз, атеросклеротический, сахарный диабет, тип 2. И в 2003 году и в стерпации маски с придатками по поводу леомиомы, гиперплазии, эндометрия. Пациентка, заядлая курильщица со стажем курения 40 лет. Считает себя больной с сентября 2020 года, когда появилась слабость, усилились одышка и кашель. При обследовании по месту жительства обнаружена опухоль в нижней доле левого легкого. Пациентка самостоятельно обратилась в иноминист онкологии имени Блохина. И при обследовании выявлено увеличение бифоркационных паратрахиальных лимфоузлов. При бронхоскопии верифицировать процесс не удалось. При трансбронхиальной функции диагностирован мелкоклеточный рак легкого. Пациентке выполнено в октябре 2020 года ПЭТКТ. И определено наличие опухолевой ткани с гиперметаболической активностью в левом легком и внутригрудных лимфоузлах. Образование объемное в корне левого легкого составляло 54 на 49 миллиметров с уровнем накопления радиофарм препарата более 26. Просвет левого главного бронха сужен, просвет В9-В10 обрывается в лево-певральной полости, жидкость до 37 миллиметров. Показано стрелочкой на слайде. Мультидисциплинарный консилиум выставил диагноз центральный рак левого легкого стадии 4 с метастазами лимфоузлы средостений и плевру. И было предложено лечение курса химио-иммунотерапии отезолизумаб плюс этапозит карбоплатин. Четыре курса с последующей поддерживающей терапией отезолизумабом. Пациентке начато лечение в декабре 2020 года по февраль 2021 проведены 4 курса химио-иммунотерапии отезолизумаб 1200 миллиграмм, внутривенно-капельный в первый день карбоплатин, аук 5, этапозит 100 миллиграмм на метр квадратный. И уже при обследовании в феврале 2021 года была замечена положительная динамика. С марта 2021 года по август 2021 года продолжена поддерживающая терапия отезолизумабом 1200 миллиграмм внутривенно-капельный через три недели. И уже при следующем ПЭТ-КТ в августе 2021 года увидели положительную динамику, образование уменьшилось в размерах, уже стало 16 на 16 миллиметров, СУФ уменьшился до 2-4, и стало определяться узловое образование В6 без патологического накопления радиофарм препарата размером всего 11 миллиметров. Ну, видимо, ранее это образование было скрыто за плевритом. С августа 2021 года по январь 22-го проведено до 16 курсов поддерживающей терапии отезолизумабом. Пациентке выполнено контрольное обследование. При МРТ головного мозга диагностировано менгиома левой лобной области. Данных за метастазы не выявлено. По ПЭТ-КТ в феврале 22-го года наличие опухолевой ткани с гиперметаболической активностью в левом легком. Уменьшение ее во внутригрудных лимфоузлах, незначительная сумковая плеврита в левой плевральной полости. Пациентке регулярно на фоне лечения выполнялась эхокардиография. Фракции выброса 62, расширение левых отделов сердца, что связано с коморбидностью. И с апреля по май 22-го года пациентке продолжены поддерживающие курсы отезолизумабом. С 17-го по 19-й курс по 1200 миллиграмм внутривенно-капельным. И когда же мы выполнили ПЭТ-КТ? В июле 22-го года признаков наличия метаболически активной опухолевой ткани не выявили. Оставался соленый метаболически неактивный узелок В6 левого легкого, как трактовали рентгенологи, возможно опухоль или метастаз с признаками лечебного патоморфоза. Пациентка хорошо переносила лечение. Эхокардиографию мы выполнили также без существенных изменений. С предыдущим исследованием с августа 22-го года по декабрь 22-го года пациентке проведено с 20-го по 23-й курс поддерживающий иммунитерапия отезолизумабом. И затем пациентка выразила свое желание завершить лекарственное лечение, что и было сделано. И мы договорились с пациенткой, что она будет приходить на динамическое наблюдение. Итак, при очередном обследовании в феврале 23-го года не выявлено прогрессирование заболевания, то есть при МРТ сохранялось немозговое образование в левой лобной доли, вероятно, менингиома, как было трактовано. При рентгенографии органов грудной клетки также сохранялось образование В6 в левом легком. По брюшной полости не выявлено метастазов. С интервалом в 3 месяца пациентка была также обследована. Рентгенологические динамики не отмечены в феврале 23-го года. В августе было проведено контрольное обследование, даже мы выполнили эффект КТ, чтобы исключить по костной системе прогрессирования. Ничего выявлено, прогрессирования не было. Затем выполнено обследование в декабре 23-го года, где также образование сохранялось нижней долей левого легкого. При очередном обследовании у пациентки появилась в апреле 24-го года появилась неврологическая симптоматика, и по данным магнитно-резонансной томографии головного мозга выявлена картина нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу в левой гемисфере, бассейн левой среднемозговой артерии. Клинически у нее появились афазия, правосторонняя емипарез, правосторонняя емигипестезия. Пациентка была госпитализирована в неврологическое отделение больницы скорой медицинской помощи, где она провела лечение у невролога, ее состояние улучшилось. Неврологическая симптоматика была нивелирована, и пациентка в дальнейшем продолжала наблюдение. В августе 24-го года выполнено у нас обследование очередное, сохранялось маленькое образование В6 слева. По утрозвуковому исследованию брюшной полости патологии не выявлено. Таким образом, проводимая терапия отезолизумабом привела к полному метаболическому ответу пациентки с метастатическим белкоклеточным раком легкого. Продолжительность терапии составила 24 месяца, переносила она терапию удовлетворительно. Клинически значимых нежелательных явлений не выявлено. Под наблюдением пациентка в течение двух лет, уже почти, и пациентка получает в настоящее время, продолжает получать лечение у невролога по поводу последствий перенесенного нарушения мозгового прообращения в апреле 24-го года. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Вольга Исарна. Действительно, какой-то фантастический случай. Мелкоклетка без лечения, с полным метаболическим ответом. Пациентка столько живет. Скажите, пожалуйста, а почему вот после последнего ПЭТ-КТ, на котором был зафиксирован полный метаболический ответ, перешли на динамическое наблюдение делать? А там было желание пациентки? Она самостоятельно пожелала лечение остановить? Нет, нет, я имею в виду в плане обследования, почему перешли на УЗИ брюшной полости и на рентген, а почему не стали отслеживать пациентку по результатам ПЭТ-КТ? Ну, как более доступный метод исследования, у пациентки сахарный диабет, и, к сожалению, не всегда были компенсированы цифры глюкозы. Она нарушала диету, она, такая, скажем, приверженность к лечению уже была у нее не такая высокая. Вот по этой причине мы ПЭТ-КТ выполнить ей не смогли, потому что сахарный диабет, ну, в последнее время, скажем так, у нее ухудшилось состояние по сахарному диабету, скажем так, вот по этой причине. Скажите, пожалуйста, если пациентка спрогрессирует, что делать будете с ней? Ну, во-первых, у нее сейчас еще мало времени после нарушения мозгового кровообращения, сейчас она в статусе ИКОК-2 на данный момент. Ну, я думаю, что с учетом того, что она так длительно хорошо отвечала, можно, в принципе, вернуться на схему, если она прогрессирует, если она будет в состоянии вообще выдержать лечение, если у нее не будет в дальнейшем ухудшения состояния, то, в принципе, можно было вернуться на препараты платины, этапозит, можно было вернуться на эту схему. Хорошо, спасибо большое. Коллеги, есть ли у кого-то еще вопросы? В чате вопросов нет. Замечательно. Можно добавить или категорию. Я хотел всех поблагодарить за участие в сегодняшнем межрегиональном вебинаре. Было действительно очень интересно. Если у кого-то есть замечания, дополнения, я с удовольствием послушаю. Если нет, то тогда до новых встреч на вебинарах «Русско». Всем спасибо. 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 Продолжение следует.